Здравствуйте! Я побывал в местах, где люди, вещи, события, все экзотика. Написал в своем путевом дневнике архангельский оператор, сотрудник газеты «Правда Севера» Григорий Чухин. И это не о местах в Индийском океане или в Южной Африке, это о бескрайних просторах Сибири. Создатели нового документального фильма «Роман с Арктикой». Автор и режиссер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Клавдия Хорошавина и видеооператор Григорий Чухин. В гостях у программы «Такие дела». Здравствуйте, дорогие! Здравствуйте! Итак, Клавдия Михайловна, затеяли вы новый фильм, новый проект, да еще и с Арктикой связанный. Ну, затеяли-то мы его очень давно, наверное, три года назад. То есть задумали вместе с норвежкой, с Ольвик Авангер. Мы с ней подружились. Вот как раз на почве вот этой задумки. И не разлива, да. Я ездила туда, мы работали над сценарием. Ну, как-то все не получалось, потому что сначала у нее дочь заболела. Как бы операцию ей сделали сложную достаточно. Потом я и, в общем, но командировка все-таки, экспедиция все-таки. Мы ее уложили, как земной шар, да? Все сложилось. Вот, все сложилось. Согласился Гриша поехать один. Ну, то есть я предложила ему кадроплан какой-то. В общем, и с надеждой на гениальное прочтение этой темы и прекрасного показа, Гриша поехал в Сибирь путешествовать. Они поплыли по морю. Да. Ну, вот вы сказали, что три года назад появилась эта идея. Гриша, а ты узнал об этом буквально вот недавно, да? Ну, это было где-то, наверное, в начале лета, когда ко мне обратилась группа, которая занималась подготовкой к съемкам. И они искали человека, который согласился бы на, скажем так, добровольных условиях съездить и поснимать. То есть даром. То есть даром, да. Даром. Мы работаем только даром. Мы обладаем даром. Мы обладаем даром. Энергетическим даром и притяжением. Да. Ага. Клавдия Михайловна, но тем не менее, вот немножечко, наверное, зрителям не всем понятно, что это за история, откуда тут Норвегия, при чем тут Архангельск? Ну, вообще, тема, почему меня заинтересовала, потому что это связано с Сибирью, с Северной Сибирью. А вы родом оттуда еще из Сибири. Я бывала там в командировках, когда работала на красноярском телевидении. И когда я услышала, вот, что есть такая норвежка, которая вот завтра прилетает в Архангельск, я с ней встретилась. И мы с ней как бы обсудили эту тему. Я ее зарядила. Вот, ну, вы знаете, я умею заряжать. Норвежская художница Сольвик Авангер, и у нее прадед оказался связан с Сибирью, с Архангельском, Магнус Арнесен. Они совершили путешествие из Тромсия, из Норвегии, по Северному морскому пути, по сути дела, вдоль русского берега северного, до Денисея. До Денисея. А что они хотели, что искали? Ну, это понятно, что искать новые сбыты, рынки сбыта, торговля и так далее, и так далее. То есть, то, что интересно норвежцам в России, а в Сибирь, ну, наверное, конечно, меха, канаты, пенька и так далее. Вот он собрал экспедицию, это какой был? 19 век ведь, да? Ну, это не он собрал, а как бы они обратились к Сибирякову, а Сибиряков это наш сибиряк, иркутянин, это золотопромышленник, очень богатый. Кстати, он столько экспедиций снаряжал, что в конце жизни он умер от нищеты. Но он так любил Россию, Север, он так хотел, чтобы освоили северный морской путь, что не жалел средств. И вот эта экспедиция в 1881 году, вот как рассказывает Сольвик, где участвовал ее прадед, она отправилась вот этим арктическим путем, и там трагически закончилась эта весь история, да? Поскольку опыта хождения по северным морям было не очень в этой группе, поэтому они наворотили очень много ошибок, и в результате едва не погибли. Вот она вам это рассказала три года назад, да, Сольвик? И вы, и ведь она книгу тоже делает про своего прадеда, вот про этот весь поход. Ну, это не она, а ее сестра. И вы загорелись идеей снять фильм. Ну, это я сразу загорелась, что же? Я же не читатель, чё-ка, не читатель, чё-ка, писатель. Режиссер. То есть, поэтому, конечно, мне интересно. Да, и такую командировали экспедицию, где… Да, и мне очень интересно, как Гриша воспринял вот мою родину, то есть, как бы, все равно это наши края. Да, Гриш, вот пошли вы, вы в сентябре ведь, да, пошли? Сколько ушло, кстати сказать, весь путь занял, сколько в нынешних современных условиях уже, в 21 веке? Ну, скажем, по морю мы шли 5 суток до Енисея, до Дудинки, до самого порта Дудинка. Куда и дошел, не дошел, вернее, да, прадед? Да, прадед не дошел туда, но мы дошли. Да, вы дошли. Да, но мы, скажем, мы не совпадали маршрутом с ним на 100%, все-таки сегодня современный морской путь, он идет более открытым морем, а, скорее всего, те два судна, они шли вдоль берега, возможно, при ближении видимости, да, то есть, мы, ну, не везде мы соприкасались с его путем. Ты тоже, можно сказать, открыл для себя Сибирь, да? Ну, да, первый раз. Вот как та экспедиция 19 века где-то примерно. Что для тебя вот совершенно было каким-то, вот той экзотикой, о которой ты писал? Теперь Гриша мне родственник по принадлежности к Сибири. Ну, надо сказать, что люди, которые там живут, для них-то совершенно не экзотика. Но для меня, скажем, пройти вот по Белое, Баренцево, Карское море, ну, я их видел, но вот так долго, так интересно, не наблюдал за ними. Вот, тем более, это все приходилось снимать, искать какие-то планы. Ну, а планы в море, там, пять суток идешь, там, судно и судно, море и море, но оно меняется каждый день, каждую минуту. То есть, можно довольно интересный материал собрать даже в таком. Все-все меняется. Все снималось. Вода и вода. Но меняется все абсолютно. Освещение, настроение, солнце, движение, в общем. Ну, самое-то интересное, конечно, началось, когда уже вот мы непосредственно на Таймыре оказались. То есть, ну, когда поездка в тундру, в стойбище настоящих оленеводов, ночевка там, ну, просто наблюдение за жизнью, за обычной жизнью людей, которые вот живут так столетиями. Ничего у них не меняется, кроме, может быть, каких-то там средств мобильной связи сегодня. Сольвейк была с мужем, да? Вот двое норвегов, они тоже оказались, наверное, первый раз в тундре, вот в этих местах, в Норильске. Ты пишешь, что там очень такая не самая радостная обстановка тебе показалась. Ой, Норильск, это жуткий город. И вот как Норвеги, как Норвеги это воспринимали, нашу Сибирь? Ну, они тоже полны впечатлений, конечно, особенно от тундры, потому что мы с Ольвейкой делились, что, говорит, мне это все, ну, вот интересно и волнительно, потому что, говорит, это все мог видеть мой прадед. Но, и, конечно же, ему было гораздо труднее, потому что он шел зимой, он шел на оленях, и вот все это длилось очень долго. Они практически, практически, как бы по времени почти срослось, они потерпели вот это, как бы, когда их льдами сжало, сейчас и погода другая, а раньше была очень жесткая погода, было так холодно, что просто трудно было спастись. Но они шли не осенью. Нет, интересный момент, мы попали в одно время, то есть морем мы шли в те же дни, когда шли... То есть вот столько тревиков назад, да? Да, но там уже, если они... Ой, извини, я просто как бы... Они попали, когда... Тепло еще было? Да, осень такая стояла. А в то время, в 1881 году... В сентябре... Были уже морозы, да? Было просто стужа, было очень холодно. Но вы примеряли, когда шли, особенно, наверное, вот правнучка, примеряла на себя, да, вот те, наверное, какие-то эмоции, те какие-то переживания, вообще цели, да, которые преследовал ее прадед, проходя вот этой русской Сибирью? Скорее всего, потому что даже вот то короткое время, когда мы успели пообщаться с немцами, с оленеводами, да, то есть они с Робертом отметили, что есть похожие детали, которые отмечал ее прадед, то есть вообще они там... Вот какие-то особенности, поторговаться там, постоять, пообсуждать что-то, вот какие-то такие вот вещи. То есть там осталась какая-то жизнь, немножко так законсервировалась, нет? Не показалось, да? Ну, что-то, да, они столетиями так живут, и ничего там не меняется, по сути. И это хорошо? Это хорошо? Да, это хорошо, наверное, да. И хорошо бы, мы бы как бы застряли где-то, было бы меньше вреда нанесено природе, окружающей среде. Которая молчит и не может, да, ничего сказать, когда человек в нее внедряется так активно. Человек так внедряется, что... Вот, наверное, Норильск тому примеру, да? Норильск, и потом... Ну, что касается, да, Норильска, что касается газодобычи, добычи, да, то есть, ну, все эти газопроводы, которые мешают миграциям дикого оленя. Ну, хотя вот домашний олень, как сказал Вадим, у которого мы жили, вот этот коренной житель, он сказал, что его оленям эти газопроводы не мешают. Он говорит, они перепрыгивают или проходят низом. Ну, как-то мутируют все равно оленя, да? Ну, они приспосабливаются, как и все. Все равно никуда не деться. Ну, вот мы... Вот у вас, наверное, первый этап такого собирания материала. Ну, это самый сложный. Это, пожалуй, самый сложный в таком физическом, что ли, смысле. Потом мы... Но все равно я хочу, чтобы рассказал, чтобы он, как бы, свои восторги передал вам. От Сибири. Потому что я-то понятна, что... Да. Ну, там же они бежали все в панике, когда стало раздавливать их судно, они бежали на берег. И как им помогали русские, как им помогали местные аборигены. У нас же народ очень... А откуда вы этот материал вот собирала с Ольвенькой и вы... Откуда вот вы... Ну, сохранились воспоминания самого Артессена. Сохранились записи судовые журналы и так далее. Вы читали это, смотрели? Ну, я смотрела только в том смысле, что первоначально сейчас я, как бы... Ну, поскольку книга не издана еще... Не издана еще, да. Вот, но я читала вот все эти дневники. Очень интересно. Приш, ты читала дневники эти Магнусы? Ну, вот в одной из точек наших в Салихарде мы... Когда мы посетили музей местный, там комплекс очень хороший. Вот, и мы там, сотрудники нам показали копии записи Сибирякова. То есть мы нашли документальное свидетельство, то есть пребывание той экспедиции в Салихарде. То есть Магнус пришел с друзьями там, ну, с сотоварищей, и они отправились дальше до Екатеринбурга. До Екатеринбурга они шли на оленях. То есть там еще ничего не было, да? Это пустыня снежная. Там, то есть какими-то кусками была не полностью железная дорога от запада на восток, а какими-то кусками. И вот оказывается, что... Вот это вот, когда вы, наверное, прикоснулись вот уже к источнику, да, такому, то здесь наиболее так ощутимо, что это все близко. История-то, да, она настоящая, реальная. Ну да, тут стало понятно, что это не только, скажем, записи, да, которые сохранились в Норвегии, которые вот, ну, источники ТИА. Это вот, ну, история, она хранится и там, на местах, которые мы видели. Это были реальные люди. Вот эти две огромные реки, этот Енисей, это Обь. Ну, это мало того, что это потрясающие пейзажи, это, ну, непередаваемо. Особенно, когда с моря заходишь из берегов тундровых, осенний запах, вот этот осенний тундровый, ну, благоухание такое просто. Это после пяти суток практически стерильного воздуха моря, это очень такое пьянящее какое-то такое оказывает действие. И оператор-поэт. Ну, и когда идешь по этому, по извилинам, по извилинам дельты этой широчайшей, то есть это просто восхищает. И все это, наверное, еще помнит ту экспедицию, которая вот потерпела. Это очень хорошо, мне очень понравилось, что вот сохраняется. А вообще, как бы, я давно, опять же, задумала снять фильм, а он стоит этого. Этот человек потрясающий, красивый русский человек, сибиряк, сибиряков. То есть вот сделать о нем фильм, это просто здорово. Хватило бы сил и здоровья. Да, сейчас у вас будет дальше этап следующий, да? То есть здесь набрано достаточно много материалов, видео. Или, Гриш, ты так уже, так прощу, ой, нет, вот надо бы, наверное, еще вот это, как всегда ведь, да? Ну, материал вот, мы уже исходим из того, что у нас отснято, и, естественно, будем пользоваться какими-то архивами своими, еще то, что тот материал, который могло... У нас же, да, и у Гриши много архивов, и у меня есть архивы. Сейчас предстоит поездка в Норвегию, там уже познакомится. Ну, мы были в Пихере, в Пихере, где, как сказала Сорвейк, так, что Магнус не мог не восторгаться этой столицей. То есть они дошли... Санкт-Петербургом. Дошли, да, потом они попали в Санкт-Петербург. А не поездом уже... То есть из Екатеринбурга, да? Через Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург и юг Норвегии, через Финляндию. И уже в Норвегии. Ну, а там как бы... Так вот, в Питере мы сняли красивые места. То, что где мог быть Магнус, где мог ходить, потому что это... Ну, учитывая, что было то время... Ну, мы снимали, конечно, пристани и так далее. Вот, ну да. И последний этап тяжелый, самый тяжелый, пожалуйста. Заметьте, это съемки в Норвегии. А почему тяжелый? Потому что материал, в принципе, уже основной снят и осталось как бы такой обобщающий. А это всегда сложно, обобщающий. Фотографии. Там, ну, поскольку я была там и знаю, где снимать, где следы живого Магнуса. Ну, и я думаю, что мы справимся с этим. Да. А, кстати, похожа Сольвик на своего прадеда Магнуса? Она похожа на бабушку, на прабабушку, Елизавету. Ну, слава богу, ведь он остался жив и оставил вот эти вот заметки. И все-таки вот эти все его катастрофы, перипетии его, наверное, как-то изменили, закалили. А вы о чем делаете фильм? Ну, понятная история. Но ведь вы же, Владимир Михайлович, всегда какое-то философское зерно. Да и вообще, наверное, фильм без какой-то такой идеи. Что вы хотите зрителю-то показать? Ну, как бы сверхсверхзадача – это показать северный морской путь. И как он объединяет людей. И он обязан объединять и работать на добро, на просвещение, работать на прогресс. Но без вреда для природы. Гриша, а у тебя какие появились мысли, идеи? Вот о чем тебе бы хотелось, чтобы был фильм? Ну, этот фильм, наверное, еще и о том, что даже вот в то время сибирский золотопромышленник, он думал о будущем всего государства. Он финансировал эту экспедицию, он ее снарядил. И сам не участвовал. И, наверное, Россия и Норвегия в этой картине, они могут просто действительно объединить. Все равно мы народы-родственники, потому что поморы ходили задолго до этой истории с Магнусом. То есть они торговали, были торговые пути с Архангельском и до Мизени, они были налажены уже задолго до этого. Вот эта история Магнуса, это ведь просто какой-то пример, на ней хочется показать, хочется говорить и рассказать, и порассуждать о чем-то большем. Я поняла, давно уже поняла, что простые люди, кем бы они ни были, там художники, режиссеры, операторы, рыбаки и так прочее, прочее, в общем, все простые люди, которые не занимают высоких ответственных постов, они, по сути дела, очень добрые, понимают друг друга, и всегда можно найти язык, язык, подойти, пообщаться. То есть без этого можно жить, без войны, без всяких каких-то искушений другого толка. Эти люди, наверное, может быть, они не думали так, да, высокими какими-то материями, что там объединение народов, они сами по себе, в своей жизни, в своей истории, они способствовали вот этому объединению. Ну, это мы, конечно, придумываем. Мы уже придумываем вместе. А вот они более... Они просто жили так. Тогда жили. Ну, вот Сибиряков, понятно, хорошо Гриша сказал, вот, что заботился о процветании, в принципе, России. Ну, вот потерпели Норвегию, Норвегии катастрофу, да, они сошли на русский берег сибирский, и там ведь кто мог им, тот тем и помогал, да, и никто не думал там. Потому что иначе они бы погибли просто. Да. Но история с Магнусом не закончилась вот этой поездкой. Он еще возил лес, но уже не в Сибирь, потому что Сибирь оставалась в памяти в такой, ну, видимо, как что-то особенное. А вот он из Печоры возил лес и так далее. В общем, роман, если это останется как бы названием, я возьму все-таки за основу, основу, что рабочее название перейдет в настоящее название, то роман, наверное... Не закончился этим, а роман продолжается. И до сих пор... Ну, у вас-то уже давно роман, наверное, из Сибири, из Арктики. А, Гриша, у тебя получился роман после этой поездки? Ну, это, можно сказать, это уже достойное продолжение того, скажем, что мы уже успели сделать вот на новой земле. У нас большая трилогия снята. Вот сейчас все дальше и дальше на востоке, все по северу. И вот мечта добраться-таки до Камчатки, до Сахалина, то есть когда-нибудь. Вот, и что-нибудь там сделать. Спасибо вам большое. Впереди работа. Так что сил, здоровья, вдохновения. Спасибо. В студии были создатели документального фильма «Роман с Арктикой», заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кинорежиссер Клавдия Хорошавина и видеооператор Григорий Чухин. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планеты. У каждой все особое, все свое. Что может быть увлекательнее, чем реальная история жизни человека? Что может быть достойнее, уваженнее, чем поведать миру, о неповторимой человеческой судьбе? Вот где бесконечность. Такие дела. До встречи.